привет друзья плитка плиткой но огородные дела никто не отменял между приемом очередных камазов с плиткой я достал свою газонокосилку и вчера по сути целый день провел за рулем этого чудесного устройства благодаря этому мой участок превратился вот в такую вот выкашанную площадку традиционную всю выкашанную траву я складываю под деревья то есть такого своего рода мульчирования внимательно зрители моего канала помнят как я проводил эксперименты с бахчой которые оказались неудачными зато ребята вот здесь в теплице все очень даже хорошо растет арбузики начинают зацветать так что надеюсь там пару-тройка арбузов по итогу сезона я получу и вообще чудесное время видите уже огурчики у нас тут созревают пока правда в теплице он получается так что весна была какая-то холодная и на улице все растет медленнее чем я ожидал природа неумолимо берет свое если вы вспомните мое видео примерно двух-трех недельной давности то огород выглядел совершенно иначе сейчас конечно это уже все уже все зеленеет все цветет уже скоро будет первая ранняя капуста зелень так вообще уже пора снимать настала жара ребята поэтому без поливал их никуда ягоды как вы видите цветут очень сильно завязи полно не знаю хорошо это или плохо может быть специалисты которые разбираются в клубнике скажут мне может мы не так как-то выращиваем хотя как всегда в любом обществе есть пионеры и вот они наши пионеры уже созрели малина в этом году ребята удалось мы ее обработали по весне средстве которые помогли бороться с вредителями все цветет прекрасно шмелики летают думаю что урожай в этом году малины тоже будет хороший помните ребята песни а в августе застрел жасмин а в сентябре шифовник жасмин цветет не в августе жасмин цветет в июне я бы даже сказал что он уже отцветает поэтому с песней какая-то лажа ребята чего-то не так надо разобраться большая часть вот этих кустарников вот этот красивый желтенький он тот вот фиолетовый здесь ребята ну как то как мне кажется не к месту просто мучаются поэтому они все переедут у нас вот туда вот к дому потому что сейчас там полным ходом идет обустройство дорожек обустройстве территории которая будет перед домом в этом году ребят очень большое везение потому что воробьи которые обычно склевывают вот эту черешню она же вкусно и не успели этого сделать и у меня есть шанс их опередить через не несмотря на то что мелкая очень вкусная вот ребята ведерко черешни готова теперь будет чем полакомиться потому что на улице сегодня прям какой-то июль наступил больше тридцатки мне кажется дает а у нас еще из-за того что делаем дорожки вокруг дома мы были вынуждены отключить кондиционер поскольку блок стоял аккуратно том месте где будет проходить дорожка и вот единственный спаситель который когда-то лет 15 назад появился в нашем хозяйстве как же он меня сейчас хорошо выручает но сейчас опять пойду в открытый космос потому что воскресенье надо делать дела деревенской жизни она такая просто так на папе ровно не посидишь друзья думаю что у каждого есть вот такие укромные местечки где разрослись деревья или кустарники из газонокосилки сюда попросту не въедешь вот для этого случая в прошлом году у меня хозяйство появился вот такой вот аккумуляторный триммер прекрасный в любых дырках я не справляюсь не бензина тебе не проводов кнопочку нажал и поехал вот по-моему вот это растет борщевик его я лучше рублю тяпкой потому что в прошлом году когда вот такой борщевики разметал вот этим триммер я потом месяц ходил в язвах от его сока каждый день все меняется появляются новые бордюры эти новые бордюры ребята прям делают участок другим сразу очень приятно наблюдать за тем как это происходит вот так я буду выходить из баньки и садиться вот на эту лавочку которая будет под перголой еще пару недель назад тут была полная дичь лежали кругом строим материалы вот здесь вот перед гаражом была здоровенная куча мусора я стыдливо вам ее не показывал а сейчас ребята вообще все по-другому стало уже прорисовываются очертания будущего участка среднестатистический дачник он на все руки мастер чего я только сегодня за с утра не делал хотя особо то не делал потому что жара но черешню собрал траву покосил с сорняками поборолся теперь вот буду бороться с лишними ветками если вы думаете что вот такие вот деревья на участках красивыми вырастают сами по себе не ребята за ними надо ухаживать поэтому сегодня у меня борьба с сухими ветками которые кроме мусора ничего на этот участок не приносит никому тут и так-то страшно потому что высоко с бензопилой ребята вдвойне самое главное не упал у всего в природе есть свой срок жизни и у этого дерева видимо тоже уже полным полно сухих веток потихоньку видимо годы идут к закату есть такая поговорка и швец и жнец и на дуде и грец а я и косец и жнец и самогонки варец потому что скоро уже рыбалка ну и соответственно надо позаботиться о своих друзьях на самом деле это очень простое действие не буду вам рассказывать как я это буду делать потому что полным полно всяких роликов в интернете засыпаю заливаю делать я все буду вот в этом бетончике ребята это уже как говорится проверенные темы ну и старая варенье куда же без него у меня уже тут есть приспособы водичку я использую фильтрованную по плану конечно имеет надо было сделать еще две недели назад что-то я затянул с этим процессом потому что это кажется смогу сделать быстро и просто а когда ты в деревне только выходные ты получается одну неделю ставишь брошку потом две недели она у тебя играет потом ты приезжаешь тебе надо поставить аппарат и все это дело выгнать после того как ты это все дело выгнал тебе это все надо профильтровать ну и потом последний этап ароматизация там каждый делает по-своему кто кедровыми орешками кто грецкими кто какими-то травками я ребята делаю и так и так по-разному по настроению ну а если хотите еще что-то узнать новенькое то чего не будет в этом видео то обязательно подпишитесь и тогда вы будете вообще знать все дела с бордюрами движутся полным ходом ребята это значит что скоро вот этот мой гортензиевый питомник переместиться на свое законное место там перед домом сегодняшние 32 градуса видите немножечко напрягли мой гортензиевый садик и эти насаждения как-то мало споникли поэтому надо их обязательно полить воистину за всем нужен глаз да глаз стоило чуть-чуть отвлечься и все выходной как всегда пролетел быстро как одна минута но зато я успел сделать кучу всяких разных дел поэтому со спокойной совестью возвращаюсь домой впереди почти четыре часа дороги но да ладно зато я знаю что через неделю будут следующие выходные какие-то следующие интересные дела и заботы ну а с вами прощаюсь ребята и увидимся через неделю воскресенье в девять утра как обычно пока друзья